Чтобы снизить вероятность заражения коронавирусом, необходимо соблюдать меры предосторожности. Одной защитной маски в помещениях недостаточно. Необходимо обрабатывать руки антисептиком. Сейчас почти в каждом магазине есть поливилизаторы или локтевые санитайзеры. В данном случае у нас очень удобный локтевой санитайзер. То есть мы можем, не касаясь самой этой ручки, обработать руки. Здесь следует также иметь 2-3 секунды потерять между руками антисептик недостаточно. Нужно обязательно их между пальчиками пропитереть и до полного впитывания. То есть у меня здесь перчатки не впитаются, а ваши кожные покровы легко и быстро впитаются. Как утверждают специалисты, дезинфицировать руки необходимо как при входе в помещение, так и при выходе. Мы рекомендуем с собой всегда носить небольшой флакончик для удобства использования. При покупке антисептических средств, кожных антисептиков, следует прочитать инструкцию. Инструкция может содержаться либо на упаковке, либо же она может предоставляться отдельно. То есть она продавцом должна быть обязательно предоставлена. Защищать себя и семью от вируса рекомендуют не только в общественных местах, но и дома. Первым делом при входе в квартиру нужно вымыть руки, а лучше дезинфицировать в прихожей антисептиком. А так называемые красные зоны, те места, к которым прикасаемся чаще всего, нужно обрабатывать специальным раствором три раза в неделю. Чаще всего нужно обрабатывать ручки дверей, выключатели, домофон, например, ключи. Это те вещи, к которым мы чаще всего прикасаемся в процессе жизни. Обработку нужно проводить с использованием дезинфицирующих средств, которые имеют фиролицидное действие. Данные средства, они есть в свободном доступе, их можно приобрести. Обязательно нужно следить за тем, чтобы к этим средствам было свидетельство о регистрации и инструкция по применению. Сегодня в Бурятии амбулаторное лечение получают почти 400 человек. Каждому пациенту, находящемуся в домашних условиях, специалисты советуют соблюдать некоторые правила. Человек должен по возможности отделиться от своих родных и близких и жить либо в отдельной комнате, либо в отдельном каком-то стоящем здании, если позволяет такая возможность. Если такой возможности нет, то, конечно, рекомендуется, чтобы у больного человека были свои индивидуальные посудопринадлежности, которыми он каждый день пользуется, зубная щетка, расческа. Обрабатывать поверхности, которым прикасается зараженный ковидом, нужно после каждого использования или хотя бы раз в час. Валерия Каратуева, Жиргал Триндашиев. Новости дня.